МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместе с оливками. То есть вы рассол пили, как компот, да? Да, ну, я думал, сливы и сливы. Я же понимаю, что я сладкая должна, а тут соленая. И на чистом... Более того, я мало того, что вылил, выкинул, я еще и ведро вынес на мусорку. И еще сам об этом гордостью рассказал, какой я хороший. Ты, говорит, что ведро-то вынес? Я говорю, мама, говорит, компот твой сливовый испортился. И я его весь выиграл. Это там буквально за пару дней до Нового года. То есть новогодний стол, оливки уже не украшали. ТВ против Ютуб. За кем будущее? Почему не сбылось пророчество героя кинофильма «Москва слезам не верит»? Не будет ни газет, ни книг, ни кино, ни театров. А будет одно сплошное телевидение. И способен ли интернет заменить эфирное телевидение? Сегодня эти тенденции и вопросы обсуждались в очередном выпуске программы «Прессинг». Что я могу констатировать? С одной стороны, мои ощущения о том, что телевидение умрет, вот-вот, были преувеличены. С другой стороны, все-таки, как мне кажется, значительные изменения произошли. Вот давай посмотрим, что мы сейчас имеем, так сказать, на поляне. Использование электросамокатов регламентировали в Пскове. Как сообщил глава города Борис Ёлкин, с двумя кикшеринговыми компаниями подписали соглашение, в котором прописали два типа зон. Где проезд на самокатах запрещен, это Псковский Кремль. И где скорость передвижения автоматически ограничивается до 15 км в час. Это скверы, парки и набережные. Подробности на ПЛН. Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников в программе «Врубель» рассуждает, как оценивают прошедшие на прошлой неделе Петербургские международные экономические форумы эксперты и с какими результатами он завершился для Псковской области. Также разбирается в загадочном квадриллионе, который умудрились показать российские компании по выручке по итогам прошлого года. Ливень, который обрушился на Псков 22 июня, затопил улицы города и набережную реки Великой. Вода залила пешеходные дорожки, а из ливневой канализации забурлили настоящие гейзеры. О том, что в областной центр придут грозы, предупреждали синоптики. Сильный дождь начался после обеда, и за короткое время вода полностью скрыла тротуары вдоль реки. Фото и видео подтопленного города на сайтах ПЛН и МК в Пскове. В России, как известно, две беды. Крылатое выражение хочется продолжить словами. И одна проблема – хаотичные парковки во дворах. Вряд ли возможно найти что-то более проблемное и вечное, спросите любого. Каждый подтвердит, что побороть борщевик или изобрести философский камень намного проще, чем навести порядок с парковкой. Что говорит о парковке во дворах законодательства, разбирался обозреватель ПЛН Александр Елисеев. В нашей стране о половом воспитании говорить не принято. Многие родители считают это чем-то постыдным и пошлым. Да и сами дети не стремятся расспрашивать взрослых на эту щекотливую тему. Ни к чему хорошему это не приводит. Почему нельзя замалчивать постыдные вопросы? Как вести себя родителям в случае ранней беременности у подростка? Можно ли это предотвратить и что делать женщине, которая уже все решила? Ответы на сложные вопросы в интервью с перинатальным клиническим психологом на Псковской ленте новостей. И о погоде на выходные. В субботу 24 июня будет малооблачно от 18 до 25 градусов тепла. В воскресенье 25 июня малооблачно от 15 до 24 градусов со знаком плюс. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами до понедельника. Ссылки на все материалы, упомянутые в выпуске, вы найдете в описании под видео. Хороших выходных и до встречи на ПЛНТВ.